Архитектура до Монгольской Руси Я уточнюсь, тут написано, да, архитектура до Монгольской Руси, это важно. Почему именно такой странный период времени выбран, на самом деле всё это просто объясняется, дело в том, что это начало нашей архитектуры, в смысле нашей, я имею в виду, это и Россия, и Украина, и Белоруссия, во-первых, во-вторых, это завершённый период, который законсервировался в середине XIII века, то есть когда случилось монгольское нашествие, можно говорить как угодно, что это было, или что-то ещё, неважно. Важно то, что как раз в момент присоединения Руси к Орде строительство на Руси закончилось, от слова совсем. То есть последняя постройка у нас 1240 год, и после этого мы 60 лет ничего не знаем, даже в Новгороде, который как-то был бы более-менее свободен, не строить ничего. Всё просто, потому что любая каменная постройка, мы говорим, естественно, о каменном звучит, а от деревянного не сохранилось ничего с тех пор. Мы знаем, что даже в Новгороде ничего не было, любая каменная постройка строит бешеных денег. Сейчас скажу, 80 рублей стоил храм XII века, и это доход с очень крупного района. Сейчас по-хорошему эта лекция, это показ, мы покажем то, что сохранилось с того времени в той или иной форме. Это означает, что сохранилось над поверхностью Земли, то есть то, что мы можем поехать и посмотреть. Это немножко не то, что говорят про это археологи, потому что для археологов сохранилось то, что мы раскопали, то, что зафиксировано, и количество памятников, сохранившихся археологически, в 5 раз больше, чем количество памятников, сохранившихся вообще. Но оба количества невелики. В лекции у меня примерно 50 памятников, это почти все церкви. Так получалось, что большинство монументальных памятников были храмовыми, хотя у них было вполне утилитарное назначение, про это мы тоже поговорим. Поэтому я сейчас немножко пройдусь, причем буду проходиться не хронологически, от самого начала до самого конца, а регионально, потому что каждое из районов постепенно складывало собственное сообщество. Можно я сюда вылезу, потому что я тоже видел. И еще на этом предмете иногда посмотрим некоторые смешные вещи с точки зрения того, как работает гуманитарная наука, особенно искусствоведение. Археология к этому не относится, сейчас наука точная, датируем мы все весьма точно. То есть если речь идет о Новгороде, мы можем датировать с точностью до года, потому что там очень много дерева, оно сохраняется, дает год по рубке дерева под эндрохронологию. Но начнем мы не с Новгорода, потому что, разумеется, первое место возникновения древнерусских построек каменных это Киев. Это единственное место, где постройки были еще до крещения Руси, потому что, несмотря на то, что Русь была не христианская, в Киеве было очень много христиан, и там существовала одна как минимум соборная каменная церковь, и археологических остатков у нее не было. И кроме того, князья, которые, естественно, смотрели на Византию, хотели иметь что-то монументальное и каменное, поэтому они имели такие дворцы. Хотя вот эта реконструкция в Киеве обнаружена несколько дворцов X века, до крещения дворец Ольги, дворец раннего Владимира. Эта реконструкция такая очень условная, потому что, скорее всего, по современным данным, храмом этой реконструкции осеивал 80-х годов, нижний этаж был каменным для пафоса и перов и прочих непотребств, а жилые этажи были деревянными, потому что так теплее, удобнее и вообще по качествам тогда деревянное было выше. Начну я с храма, который не сохранился в нашем понимании, но тем не менее, даже сейчас в Киеве можно увидеть его фундамент. Это Десятильная церковь, и кроме того, именно с нее началась история каменного строительства на Руси. Ее построил месть Владимиров после того, как крестился и крестил Русь. Опустим момент того, как он крестился, где он крестил Русь, и там очень много интересных вещей и сложностей. Здравствуйте. Мет входного сигнала. Что тут нужно сделать? А, он просто зависает, да? Сейчас он найдет. Но, собственно говоря, на Десятильной церкви можно по ней рассмотреть, насколько сложно работать историком архитектуры. Потому что, разумеется, большинство построек того времени располагались в центрах городов. Если город остался крупным, большим современным, там Киев, Новгород, упаси Боже, Москва, то все это строится, перестраивается, сносится. Поэтому, если памятнику тысячи лет, от него остается, как правило, очень мало. Заводится мерительным исключением. Сейчас сохранность останков Десятильной церкви примерно вот такая. То есть там даже не только фундаментов почти не осталось, не осталось рвов, которые были выкопаны под фундамент. Тем не менее, именно поэтому даже реконструкций плана церкви существует очень много, не говоря уже о таких вот реконструкциях первоначального веда. Их вообще десятка три, наверное, в литературе есть. И каждый из них полностью аргументирован. Данных мало, поэтому выводов сложно сделать. Но недавно выяснилось, чего стоят такие реконструкции. Когда в 2004-2007 годах российские и украинские археологи совместно провели тщательные раскопки, а тогда повезло, что им не давали денег много. Поэтому раскопки шли медленно. У них было время спокойно каждый камешек посмотреть, промерить, посмотреть, что там было. И выяснилось, что вообще на самом деле десятильная церковь была совсем не такой, как мы её представляли. Объясню, в чём дело. Нужно ли объяснять, что такое крестово-купольный храм? Надо, не надо? Хорошо. Это основной план церкви. Почти любой храм современного христианского храма, это всё перестройки, галереи и т.д. В храме три продольных нефа, но самое главное, что у него есть столбы, на которой опирается свод. Горизонтальные нефы с вертикальными пересекаются и образуют крест, на котором спорушённом, как говорят археологи, своде ставится купол. Центральный купол есть, он венчает постройку, и это главный световой барабан, который освещает храм. В принципе считалось, что изначально на Руси строились такие крестово-купольные храмы. Но, действительно, церковь была такая крестово-купольная конструкция. Выяснилось, что, естественно, князь Владимир не мог строить сам, потому что опыта нет, традиций нет, мастеров нет. Всё привезли из Греции, в смысле, из Византии, откуда точно неизвестно. И у мастеров возникло противоречие, потому что, с одной стороны, ребятам нужно строить большой храм, потому что много христиан будет, всё остальное, то есть мы главный храм страны строим. С другой стороны, в Византии такой нужды давно уже нет, всё большое построено, в Софии, в Константинополе, в каждом крупном городе большой храм построен уже лет 300 назад, если мы говорим про Софию, то все 500, и навыка строить большие храмы нет. Сказали большой, значит большой. Строим большой, начинаем строить крестово-купольный, и тут понимаем, что большой свод не получается, не умеем, уже забыли, как строить. И в итоге начали строить как крестово-купольный, а построили как базилику, то есть просто три больших нефа, и не факт, что там были световые барабаны, своды стандартные. Но вернёмся к тому, что первое сохранилось, вопрос до сих пор дискуссионный, потому что когда в летописи написано, что построил князь Ярослав храм, это вообще ни о чём не говорит. Под этим годом могли поставить сводную статью о строительстве Ярослава Мудрого. По 1037 годам в «Повести временных лет» стоит большая программная запись о том, чего там понастроил Ярослав Мудрый. Это и Софийский собор, и Золотые ворота, и прочее. В этом случае мы можем сказать, что до 1937 года скорее всего храм был построен, а может и нет, может после, может только начали строить до 1937 года. Сейчас современный директор музея-заповедника вообще сказал, что он был построен Владимиром в 2011-2017 году и достроен Ярославом. Но там всё очень плохо, потому что ребята сказали, что мы точно знаем, когда он построен, по-моему, в 2012 году они поставили как дату, и при этом никого не пускают исследовать. Всё, никого не пускают, мы всё знаем, дайте нам денег на тысячелетие собора. В гуманитарных науках так бывает иногда. Тем не менее, нам повезло, храм был таким, здесь мы точно знаем, что он был таким, потому что он сохранился полностью. Местами он, конечно, был подрушен картинки 17-го века, достаточно известные, но в целом он сохранился полностью, сейчас он выглядит вот так. Это один из немногих древнерусских храмов, в которых ещё применялась мозаика, то есть не фресковая роспись, которая там тоже есть, а выкладывание росписей кусочками цветного стекла, смальты. Смальты уже местные, здесь всё делают. И дальше в Киеве до еще лет 40 мы ничего не знаем, в смысле есть археологические остатки ещё трёх соборов Ярослава Мудрого, есть, я сюда специально исключил, вы все видели, кто был в Киеве, золотые ворота, там такая церквушка построена, это всё фантастика, реконструкция сделана к условному 1400-1500 летию Киева, когда в 70-х годах Асеев просто нарисовал от руки эту реконструкцию, её поставили сверху подлинных руин золотых ворот, а до золотых ворот там остались только две стены, которые укрепляли въезд в Киев, от церкви не осталось ничего. Выдубический монастырь, очень интересная постройка, потому что построили её, разумеется, в Выдубическом монастыре, название монастыря происходит от слова «выдыбай», в смысле «выплывай», по легенде, когда Владимир сбросил идола Перуна, он плыл-плыл и приплыл туда. Но там всё-таки построили монастырь и новое святелище Перуна. Вот смотрите, примерно с этим собором очень интересная вещь. Мы не знаем, вот сейчас археологи и историки археологи не знают, как он был, шестистолбный, шестистолбный это сколько столбов, на которых держится свод, шесть столбов было ли, или восемь их было, потому что построили на самом краю крутого утёса, и через какое-то время утёс стал сползать вниз. И даже великий зодчий уже от 13 века ничего не смог сделать, хотя построил подпорную стену, всё равно рухнуло. Поэтому сейчас, когда реконструкция плана, есть два варианта. Вот такой вот вариант, и вот такой вот вариант. Без варианта. Сейчас выглядит вот так. И здесь можно как раз посмотреть, как сейчас работают реставраторы. Когда им нужно показать, то есть у них есть храм, который имел какую-то конструкцию, у него есть несколько этапов строительства. Купол, разумеется, поздний, потому что ранний купол упал в Днепр. Здесь хорошее решение. Древняя часть оставлена такой, как была, то есть не штукатуренной, полосатая кладка, а кладка у первых храмов была именно такая полосатая, их строили из плинфы, такого квадратного кирпича, очень тонкого. И один ряд выпускают наружу, другой прятали вглубь. Получалась такая полосатая картинка. А всё остальное штукатурено. Храм действующий. Ещё интересная вещь. Почти все древнерусские храмы являются ещё и письменным источником нашей истории. Потому что древнерусские люди, бывая в храме, любили оставить там какую-нибудь запись на фреске. То, что здесь был Вася, тогда было принято написать «Господи, помоги рабу своему Васю». Вот в Софии, если вы будете киевской, там полно таких записей, причём они самые разные. Там есть упражнения в глаголице, в втором алфавите. Там есть рисунок ангела, там есть автограф былинного садко. Это подлинная фигура. Садко Сотинич, там на хорах расписался тоже, потому что он был важным. и на богослужениях его пускали на второй этаж, в VIP-зону. Там есть запись о смерти Ярослава Мудрова. Мы точно знаем дату смерти, день и всё остальное. там прямо на сегодня умер Каган наш, и знаем, что его именовали титулом Хаган. Хакан или Хаган. Здесь тоже очень интересная граффити над входом. С наружной стороны можно прочитать надпись Всеволожа. Очень долго писали, что это автограф жены какого-то князя, но на самом деле это надпись самого князя, означает это моё. Чья церковь? Всеволожа. Киев, к сожалению, моему огромному, это печаль 90-х годов, сначала печаль 30-х годов, потом печаль 90-х годов. В Киеве уничтожили раз, два, три домонгольских храма, и во время войны взорвали ещё один. Вот этот. И в 90-е годы их отстроили, типа отстроили, типа реконструировали, но очень поспешно, из железобетона, и местами очень криво. Киево-Петерская лавра, один из самых главных храмов Киевской Руси, взорван во время Великой Отечественной войны. Вот он такой был, безусловно, перестроен в формах украинского барокко. Вот он взорванный. Одни говорят, что немцы, другие говорят, что партизаны взорвали. И вот сейчас его примерно так же отстроили в формах украинского барокко, без учета того, каким он был изначально. К сожалению. Вот так он зато красиво выглядит на задаче. Зато в Киево-Петерской лавре сохранилась другая подлинная церковь, единственная сохранившаяся дом надвратная церковь. Когда строили крупный монастырь, он обносился, разумеется, стенами, монастырь был крепостью, по-хорошему он мог долго обороняться. И этот храм тоже содержит в себе храмик 12 век, не очень большой. Церковь спас на Берестове или на Берестово. Берестово было княжеским селом еще при Владимире. Это в метрах 50 от Киево-Петерской лавры, сейчас в Киеве в центре, но тогда это был отшиб. Владимир умер на Берестове, и там его везли на санях очень долго. Храмик был вот такой. Вот смотрите, тоже план. План у него хороший известен, он вот такой вот всё, но большая часть его разрушилась еще давно. Сейчас осталось вот, что от древнего храма осталось, и пристроили вот такую вот фигулину. И тоже при реставрации с одной стороны выложили, оставили не заштукатуренным древние части, и выложили фундамент того, как он был. Это очень правильное, хорошее решение. Смехаиловский салатый верхний собор, такая же история, начало 12-го века, разумеется, снесён в 30-е годы. К сожалению, это был единственный храм, дошедший до наших, до 20-го века, в котором была вот эта штука. Называется крещальная отдельно построена, потому что даже тогда, в 12-м веке, в Киеве было много нехристиан, и их приходилось крестить достаточно активно, и за это была построена специальная церковь вот такого вида. К сожалению, сейчас он был выстроен так, как он был на момент разрушения, без учета древних форм. Единственный храм, который был, то есть, к сожалению, ошибся в датах, она чуть была раньше построена, в 1070 году. Вот этот храм восстановили, вот так выглядели почти все храмы 12-го века в Киеве и в Чернигове и так далее. Вот Богородица Пироговича, но тоже, к сожалению, из железобетона. Вот примерно так можно представить себе, как оно выглядело. Самый сохранившийся храм 12-го века на данный момент это Кирилловская церковь. В ней больше всего сохранилась фреска, примерно 1000 квадратных метров, фресок древних имеется в виду. Вот она выглядит сейчас так. Слева фреска 12-го века, а кто узнает руку справа? Это фреска 19-го века. Это Михаил Врубель. Там очень много хороших фресок, которые просто хоронили. К счастью. А вот самая древняя церковь на Руси это Спасо-Преображенский собор. Почему? Мы точно знаем, что он древнее, по крайней мере, 1937-го года, потому что его строил брат Ярослава Мудрого Мстислава Владимирович, единственный уцелевший брат Ярослава в Междуусобице. После того, как несколько раз набили друг другу морды, своими войсками, разумеется, они в итоге поделили Русь слева от Днепра справа от Днепра, и до 1036-го года, когда умер Мстислав Владимирович, Русь была разделена, только после смерти она объединилась под властью Ярослава Мудрого. Так вот, когда умер Мстислав Владимирович, летописец пишет, что храм был уже построен на высоту, до которой может достать всадник, стоя на лошади, то есть где-то метра 4-5, в зависимости от того, какие там были лошади, какие были всадники, я бы поставил на 4 метра. Он почти полностью сохранился, единственное, что там достроили еще одну башенку, вот эти, кстати, башенки, это тоже важный элемент храмов 12-го века, и почти исчезли там уже позже, 11-12 веков. Одна из этих башен, это лестничная башня, потому что, безусловно, в крупных постройках должны были быть вид места для молящихся, которым негоже стоять на службе с простыми людьми, то есть либо для князья, либо для настоятеля монастыря, ну как бы для гостей монастыря пафосных и подобных. Вот строили вот такие башни, потом научились делать вход на хоры в стене, тонкий ход в стене. Ильинская церковь, уникальный храм, потому что это единственный храм, основной объем его вот он, все остальное позднее, единственный храм, который сохранился до нашего дня без столбов, это маленький храм без столбов, купол которого опирается прямо на стенах. И еще, на самом деле, церковь-то тут как бы постройка одна, церквей много, потому что под Ильинской церковью существует много пещерных церквей, выкопанных под землей еще того же времени, то есть в 1070-х и позже годов. Ильинский монастырь, тоже дата очень дискутируемая, потому что мы не знаем, если в летописи нет точного указания на дату, начинаются споры. Единственный способ датировать, если мы говорим, такой вот храм, это взять его кирпич, плинтфу, померить его и посмотреть, как оно ложится в динамику развития размеров плинтфу, датированных храмов того времени. В принципе, более-менее по размеру плинтфу и по архитектурным формам можно датировать, но там 10-20 лет плюс-минус. Но, в принципе, вы и сейчас можете пойти по Москве посмотреть на церковь, я не специалист в поздней архитектуре, но с точностью до века точно назову храм, когда он построен. Тоже вот эти надстройки поздние, а основной объем примерно как у Богородицы Пироговича, такая же набор. Борисоглебская церковь, ее сейчас отреставрировали в первоначальном виде, вот такая же примерно была и Елицкая. А вот Спятницкая церковь очень интересная история, потому что это более поздний храм, это рубеж XII-XIII веков, и здесь уже план такой же, маленькая четырехстолбная церковушка, вроде бы, как бы, а вот какая она была на самом деле. То есть здесь уже появляется совершенно другая композиция, то есть невытянутый храм, одна глава, а очень сложная композиция, ступенчатая, поднимающаяся вверх. И сложные, иногда у таких храмов еще более очень сложные лестничные башни такими кругами перестроены. Получалась такая центрическая композиция. Но у этого храма очень такая интересная и печальная история с счастливым концом. Вот здесь недалеко, в трехстах жил выдающийся архитектор, точнее, реставратор Пётр Барановский, очень долго жил, он лет 90 прожил. Во время войны, вот видите, храм в XII веке, и вот к 43-му году в него попала бомба. Прямое попадание авиабомбы. И уже в 44-м году Барановский поехал в Чернигов разбирать завалы и долго-долго занимался тем, что как раз приводил церковь вот в такой вид. Если этого не сделать сразу, то потом бывает гораздо тяжелее, потому что они прессуются, начинают растаскивать завалы на заборы. Часто бывает. Неподалеку от Чернигово есть замечательный городок Остер, очень сложно находимый, даже если на машине. Мы там чуть не угробили машину, потому что ехали по навигатору, он нас завез по какой-то брусчатке, по-моему, ровесница XII века. Чуть не оставили всю подвеску. И там находится Юрьев или Михайловая божница. Это означает, что у храма было два посвящения, несколько раз его переосвящали. Сначала был Георгиевский храм, потом Михайловский или наоборот. Сейчас, разумеется, храм не действующий вот почему. Вот тоже был небольшой... Блин... Он был небольшим, и остался в него вот маленький кусочек. Но, к счастью, его не снесли, а закрыли кровлей и оставили вот так, как и есть. В нем оставили даже фрески небольшие. Это можно считать самым малоизвестным сохранявшимся храмом до монгольской Руси. О нем не знает почти никто, даже не все специалисты по истории Древней Руси о нем знают, к сожалению. На западе Украины сохранился Галицкий храм XIII века. Это отдельная постройка, постепенно становившаяся самостоятельной школой Галицко-Волонского княжества, хотя тогда еще входившая в Киевскую Русь, условно говоря. От него остался вот этот кусок, нижний, разумеется. Классический храм, который потом перестроили в Патолический собор. Но он уже сложен из камня, серого камня, но не кирпичный. А вот во Владимире Володовском тоже рядышком классика, совершенно классика, как Пирогоще, как Борисоглевский собор во Владимире. Весь XII век, за исключением конца его, в Южной Руси, Киевская Русь, Черниговская Русь, оно все было очень традиционно. Ни шагу влево, ни шагу вправо, никуда не сдвигалось. В Каньеве тоже самое. Переделано, но в принципе можно представить под ней прекрасную Пирогущий или Борисоглевский собор. Шестисолбный храм с одним куполом. А вот Овруч, Васильевский храм, построенный еще в 1144 году, вот здесь начинается неинтересно, потому что сейчас его восстановили в таком варианте, разный цвет кирпичей. То, что темное, это древнее. То, что верхнее, это реконструкция известного архитектора, автора Мавзолея Ленина, Чусева, он, к сожалению, решил традиционно восстановить храм, но, как сейчас, мы почти точно уверены, что этот храм был похож на этот. Они были почти близнецами. Собственно говоря, на этом у нас, по-моему, заканчивается Украина, и начинается отдельная вещь, которая называется под названием Северная Русь, Новгород Великий. И чем он интересен? Потому что в Новгороде уже не строились кирпичи практически. В Новгороде есть свой строительный материал, серый камень, серый известняк. Когда нужно было что-то доделать, мы доделывали кирпичом, но в основном и, безусловно, в Новгороде тоже строят Софию. Вообще, в первой половине XI века строили только Софийские соборы. Новгород, Киев и Полоцк. В Новгороде строят Софию сын Ярослава Будрова с его благословения, разумеется, потому что папа был жив вполне себе, строят Софию князя Мстислава. Она очень похожа на киевскую, но, так он выразил в XIX веке, но если киевская стандартный храм, пятинефтный и так далее, и галерейки, он такой ступенчатый получается, одна ступенька, вторая ступенька, начинали строить тоже так же, но потом почему-то решили галереи тоже вывести наверх, и получилась такая более масштабная композиция. К сожалению, в Новгороде не сохранилось фресок того времени практически. Только в одном месте, в Мартирьевской папере, сохранились более-менее древние фрески XII века. И вот с 1040 года 60 лет в Новгороде не строят вообще ничего, хватает. Хватает одного каменного храма, и только потом, в начале XII века, начинают строить активно. Сначала строят тоже князья. Мы помним, что в Новгороде в 1136 году случилась революция. Революция по тем меркам, разумеется. Народ сказал князю, «Мужик, ты нам не нравишься, уходи-ка ты отсюда подальше». И в итоге договорились с Киевом на тему того, что у нас, конечно, князь будет, да, хорошо, но он уже будет жить не в Новгороде, а на городище, а далеко, и будет выполнять функции примерно частного охранного предприятия. То есть воевать, это да, а по деньгам это бизнес. И вот за очень короткое время, за 17 лет получается, было построено 4 больших собора, очень больших. Три из них сохранились. Первый я не буду показывать, это собор на городиче, в 1001 году церковь Благовещения. Если вы были в Новгороде, уже ближе к Эльмению, там видны руины, но это уже храма 14 века. А собор 1101 года не сохранился. А вот три остальных сохранились практически полностью. Первый из них, Николай дворечный собор. Кстати, тоже интересная вещь по поводу, как реставрируют храмы. Когда я впервые поехал в Новгород, это было в 1997 году, я, естественно, изучал матчасть, читал книжки, и Николай дворечный собор по книжкам был вот таким. Я приезжаю туда и вижу вот это. Видите, в чем разница? Было известно, что он пятиглавным был, это было понятно, но барабанов не сохранилось. Но когда ребята вскрыли вот эту крышу, разумеется, позднюю кровлю, под кровлей, над сводами, оказались основания четырех барабанов, а если есть основания, мы можем понимать, какие они были, и восстановить их. Вот сейчас он такой восстановленный, и, собственно говоря, уравновешивает с собой Софию, она стоит напротив него практически. С Антониевым монастырем история отдельная. Есть заказчик, мы знаем заказчика, а у почти любого храма от того времени есть заказчик, есть зодчий. Заказчиков мы знаем больше, потому что зодчих считали, что средневековое искусство как правило безымянно. Святой Антоний Римлянин очень интересный мужик, потому что, с одной стороны, по своему житию он попал в Новгород прямо из Рима, при этом излюбленным для ирландских святых способом он приплыл на камни. При этом, чтобы в Новгороде не бедствовать, он решил взять с собой все свои деньги, а денег у него был бочонок золота, но на камни бочонок не помещался. Поэтому как правильно поступает святой? Берёт бочонок и бросает его в море, потому что всё равно приплыл. Бочонок приплыл, половину денег оставил себе, а половину построил храм. Но самое интересное, что Антоний Римлянин реальный существующий персонаж. Он реально был, от него остались купчия, остались ещё один документ, и ещё долго бодался с новгородским архиепископом на тему того, чтобы построить себе монастырь. Князь стукнул кулаком по столу и сказал, что надо. Тут тоже очень интересная история. Сначала строили более-менее простенький храм, но потом решили, что всё-таки хоры вип-зона нужны. Ну, князь же, да, понимаете? Денег дал, значит, как надо. И построили лестничную башню, одну. Но два числа нехорошие. С одной стороны, плюс-как всему несимметрично получается. И в итоге храм стал трёхглавым, третью главу построили просто так, для симметрии. Храм сохранился практически полностью, а, к сожалению, фрески здесь, сейчас мы их знаем, но служители церкви вообще не очень хорошо обращались со своими шедеврами. То есть, поблеснели фрески, что нужно сделать? Нужно их либо сбить, закрасить на новое, либо, чтобы вообще не морочиться, нужно насечь на ликах святых такие вот выбоины и просто сверх положить стукатурку новую. И сейчас там много фресок XII века, но они все такие вот со сколами, потому что сделаны выбоины для того, чтобы положить новые фрески. Но это ещё не самое страшное, что делали священнослужители со своими храмами. Это я потом расскажу. И вот если Антоний в монастыре стоит вверху по течению, ниже по течению, вверху по карте, северной, то Георгиевский собор Юрьева монастыря почти такой же, он стоит внизу, построенный примерно в то же время. И что самое интересное, вот буквально недавно, этим летом, единственный оставшийся в России крупный специалист по домонгольскому зодчеству, Владимир Седов, пронаводил раскопки в нём, они занимались понижением. Новгород очень плотный культурный слой, в смысле очень быстро растущий, может нарасти за век примерно метр. Они понижали пол собора до первоначального уровня, раскапывали вниз, полностью целали новые, там метра три. И сохранилось очень много, здесь написано, фрески не сохранились, новые фрески, а здесь теперь мы нашли несколько сотен фрагментов, хороших фрагментов. Мы просто сбивали, они просто так и оставались в культурном слое, и сохранились очень хорошо. И сейчас будет их подбирать, собирать пазлы. Есть два храма XIV века, у которых как раз десятилетиям собирались эти пазлы, спас на Калорию и спас на Волтове. И вот сейчас в XII веке будет та же самая история. Очень интересно, мы как раз этим летом помогали собирать, разбирать фрагменты. Позже храмы в Новгороде становятся попроще, поменьше. Это либо простенькие храмы, монастырские маленькие, благовещенные на Аркажах, конец 80-х годов. Тут же заказчик проще, архиепископ с братом. Или вот это уже называется, впервые появляются заказчики-жители. Жители улицы скинулись и построили храм. И не только потому, что им нужен хороший храм на улице, нет. Храмы в Новгороде играли очень важную утилитарную роль. Дело в том, что Новгород весь был деревянным. Город купеческий. У жителей очень много денег. Но когда случается пожар, деньги сгорают. В золото не хранили. Во-первых, серебро было серебро, оно могло поплавиться. Пожар имеет такую температуру, что серебро плавится, и уже не сильно товарного вида сложнее. А во-вторых, очень много это пушнина. Новгородская нефть это меха. Новгородская нефть это меха. Новгородские С-300 это панцири. Два основных экспортных товара это меха, как сырье шло, и это броня, доспехи. Самые лучшие в Европе тогда были. Первый храм так называемого уличанского жанра, то есть жители сбросились. Так вот, я не закончил, про пожары. Нижний этаж храма это сейф несгораемый. Несгораемый. Шубохранилище, неважно. Шубохранилище тоже хорошее. Все сгорает, а храмы остаются. Даже если он после этого будет непригоден для службы, потом потрескается, но он выживет. Видите, тоже потрескавший храм, но на самом деле сейчас он реставрируется. Сейчас он в лесах, и сейчас он реставрируется. Самые известные и самой трудной судьбой прекрасный храм Спаса Нередица. Я расскажу замечательную историю. Вот эта фотография 1908 года храма, он уже отреставрирован к тому времени. Был известный деятель культуры, любитель древности и всего остального, Николай Константинович Рерих. Живописец, потом мистик и создатель собственного религиозного учения. Но это было потом. Тогда Рерих и большинство интеллигенции русской возмущались, как так можно, зачем реставрировать храмы, пусть будет как есть. Ужас какой, вернули первоначальный вид. Кошмар, кошмар, кошмар. Но если бы не та реконструкция, не та реставрация, и не те исследования, которые проводили в 1908 году, фиг бы мы с вами сейчас видели этот храм. Объясню почему. Потому что вот он был. Были перерисованы все фрески акварельных. Вот таким вот храм остался после войны. Новгород, к сожалению, оказался на передовой, она стояла в нем три года, с 1942 по 1944. И там что немецкие войска били, что наши войска били, кто храм занял, потому и лупят. И, естественно, это восстанавливали очень долго. Я последние этапы восстановления застал в 2002 году, когда тот же самый Седов, я с ним познакомился на раскопах по понижению пола, и там нашли много фресковых фрагментов, еще архитектурных деталей, которые добавили в интерьер и тому подобное. Ну и параллельно нашли могилу брата Ивана Калитеева. Вот теперь так он выглядит. Кстати, вот тоже копия фрески оттуда. Стандартная фреска ктиторская. Ктитор это основатель храма, и почти во всех ктиторских фресках был такой сюжет, когда Ярослав Владимирович подносит модель храма Иисусу Христу. Это стандартная вещь, поэтому и основывали храм как подарок Христу. Вот так выглядит сейчас храм. Можно посмотреть, можно туда приехать. С пятницы на торгу вообще отдельная история. Строили зодчий Смоленска, поэтому это единственный, или чуть ли не единственный в Новгороде кирпичный храм. И это очень хороший пример, с какими сложными задачами сталкиваются реставраторы. Смотрите, вот храм, как он был. Выглядел он так, очень похож на Пятницу в Чернегове. В Смоленске построили примерно так. К Смоленску ещё вернёмся. И смотрите, вот если взять на уровне первого этажа всё 1207 года, но если мы начнём смотреть на уровне второго яруса, на второго этажа, сколько здесь разных кусков строительных? 14-й век, 16-й век, 17-й век и так далее и тому подобное. Как это всё реставрировать? Что делать? Снести всё 14-го века, оставить 12-й век, и построить что-то очень сложно. Понятно, да? И архитектор Штендер, который делал реставрацию, нашёл очень интересный выход. Он максимально, по максимуму сохранил всё, но по-разному это показал на реставрации. То есть неоштукатуренное пленфяное это 13-й век, серым цветом отштукатурен 16-й и 1600-е годы отштукатурен белым. И, собственно говоря, а, блин, какая-то фотография пропала, странно, была же. Ладно, последний храм, если вы будете в Новгороде, неподалёку от Юрьева монастыря, находится остров Пере, уже соединённый дамбой, Перынский скит, там было урочище святилища Перуна, и сейчас там стоит очень маленький, уютный храмик, правда четырёх стоп, но он крайне крошечный, и вот с ним тоже непонятно, потому что 30-е годы это предположительная дата исключительно по архитектуре, и всё, потому что о нём сведений манектизм точно монгольский, а когда, по всему непонятно. Псков, младший брат Новгорода, в нём осталось всего две постройки. Спарский собор Мировского монастыря, известнейший храм со своими фресками, и здесь тоже интересная штука, позвали строить византийского Зодчего. Зодчий решил выступить модерновым проектом, сделал такой крестовый храм с классными понижениями в уголках-то, построили. Потом пришла зима. Что произошло зимой? А? Вот сюда по самую крышу наваливает снега, и крышу это не нравится, потому что она начинает, во-первых, очень большая нагрузка на крышу, во-вторых, здесь же стёкла следовые, а тогда не было стекла, тогда была слюда, и оконница, окна же тогда были тоже какие, ставилась доска с такими круглыми отверстиями, в которых вставлялись кусочки слезы. Тоже не очень хорошо для оконниц. Поэтому на следующий сезон очень быстренько достроили эти вот от греха подальше. Вот так он сейчас выглядит. И в нём полностью сохранились все древнерусские хресты. Одна из самых полных сохранностей. Иоанновский собор строился примерно тогда же. На самом деле он очень похож на этот, по-хорошему, если мы возьмём топологию его, то не будем рассматривать как визуально, а вот именно чисто топологию связанность, он очень похож и очень близок по своему устройству. Тот же реставрирован с более поздними, вот эта вот классическая пусковская взводница, это уже там 15-16 века. Притвор, это всё позднее. А вот он был вот таким маленьким. И два храма сохранилось в самом древнем городе, Старая Ладогия. Потому что, в принципе, если говорить крепость Старая Ладогия, там можно назвать её, конечно, и 5-го века, и 6-го века, но на самом деле она, конечно, более поздняя. Но два храма, сохранившихся и построенных в домонгольское время, это Успенская церковь и Георгиевская церковь. Это Георгиевская, а это Успенская. Это 60-е годы 20-го века. Ну и, собственно, приближаемся мы к Москве. Кстати, в Москве, разумеется, ничего домонгольского нету. При том, что Москва, на самом деле, она гораздо древнее, чем мы празднуем год её основания, 1147 год, дату упоминания в летописи, разумеется, а по археологии она ещё лет за 100 до этого существовала. Мы переближаемся, но Москва пошла от Владимира, от Владимира Судольской земли. И первые храмы, которые здесь были построены, были построены как раз официальным основателем Москвы, Юрием Долгоруким. Мы знаем, что Юрий Долгорукий в наших землях построил 3 храма, два из них сохранились. Все эти храмы во всей литературе или на экскурсиях вы услышали датировку 1152 год, как будто в один год построили 3 храма. Конечно же, это не так. Дело в том, что это тоже стандартная летописная запись о том, что Юрий Долгорукий был молодец и построил 3 храма. Стандартная запись, в каком порядке они строились, предположительно, сложно. Скорее всего, первым была построена храм в Китикше, потому что Китикше это такая дача, Горький 9. Вот такая загородная резиденция. Примерно такой храмик стоял, но не полностью сохранился. Части, сохранившиеся от XII века, сейчас это выглядит вот так. Это в километре отсутствовали, если будете отсутствовали, просто можете взять машину, такси или пешком дойти от автовокзала минут 20. Вот так оно выглядит зимой. Спас-Перебрянский переславив Залезки, он сохранился полностью абсолютно, тоже недалеко от Москвы. И он как раз был построен, так и есть. Интересно, третий храм не сохранился, и сейчас недавно выяснилось, что мы не знаем, где он. В смысле точное место. Это Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, тоже город Юрьев-Польской, на самом деле Юрий Долгоруков. Георгиевский собор тоже в честь него. Потому что Георгий и Юрий это одно. До сих пор считалось, что собор в Юрьеве-Польском стоит на фундаментах храма XII века. Потом очень тщательное изучение показало, что нифига подобного, и надо искать дальше. Но к Юрию Польскому вернемся еще позже. Успенский собор, первый кафедральный собор Владимира. Здесь история еще более интересная. Первым собор построил, разумеется, Андрей Боголюбский, который в свое время сказал своему папе Юрию Долгорукому, еще в Киеве, папа, вы меня задрали, я хочу жить сам, я уже с боярами договорился, ночью стырил большую икону красивую, Владимирскую Богоматерь будущую, и свалил сюда. Не доезжая до Владимира, сказал, что здесь богу место любо, и построил город Боголюбово. Ну, город, село, царское село. Но первая постройка была, все-таки, наверное, нужно было строить большой собор в городе Владимире и Успенский собор. Успенский собор был построен Андреем Боголюбским, а потом в конце 60-х годов он сгорел. Сгорел, но сохранился более-менее. Андрея Боголюбского чуть позже не стало в живых, его убили у себя в Боголюбове, и перед его преемником село большое гнездо. Знаете, почему он большое гнездо? Если кто не знает, у него просто было очень много детей. Стал вопрос, что делать, сносить нафиг собор или что? В итоге было принято решение обстроить собор галереями, в итоге получился большой пятиглавый храм с очень сложной архитектурной историей, но вот это всё 12 век, только 12 век двух этапов, 60-е годы, 80-е годы. И чем интересен он ещё, в нём сохранились очень много фресок Андрея Рублёва. На единственной фреске Андрея Рублёва, большие подлинные, они вот здесь, ещё взвинь. Золотые ворота, единственный памятник военного зодчества. От 12 века сохранилась вот эта вот собственная часть, надвратная церковь, она 18 века. Валей разумеется, сейчас разобрали, в ту сторону Козлов вал продолжает. С Андреем Боголюбским эта история очень важная. Андрей Боголюбский построил себе очень уникальный для древнерусской архитектуры комплекс дворца, переходов, храма, там ещё какой-то киворий, шатёр всё было бы очень красиво, пафосно, но достаточно быстро Андрея Боголюбского убили. До 18 века сохранялось вот это всё. Если я ничего не путаю, вот этот переход сохранялся, и храм сохранялся. Но был замечательный настоятель Боголюбского монастыря, игумен Аристарх, который уже в позднее Петровское время сказал, что-то мне темно в храме, а давайте-ка мы окна пошире прорубим, ну совсем широко. Разумеется, игумен не учился про мат, когда прорубили широкие окна, всё рухнуло. Снесли бы вообще всё нафиг, но по счастью этот лестничный переход это место, где убийцы наконец-то добили Андрея Боголюбского. Они начали убивать его ещё в спальне, он от них пробился, добежал до суда, и здесь его убили. И поэтому вот это место сохранили. И когда строили новый храм в 18 веке, вот этот храм поздний, а вот этот маленький кусочек это 12 век. Переходим мы к самому известному памятнику для русской архитектуры храма Покрова на Нежле. Давайте сейчас сразу отмотаю вот сюда. Классика, да. Классический памятник считается, что это само совершенство, не отнять, не прибавить, не добавить, вот так оно было. И очень долгое время к вопросу об искусствоведении. Много работ я читал, что вот совершенство, точная гармония, как вот этот визуальный образ на берегу Нерли, когда подплывали корабли к Андрею Боголюбскому, ну всё шикарно. Но! Был такой человек, Николай Николаевич Воронин, который был не просто искусствоведом, но ещё археологом, и приехал сюда с экспедиции. Он раскопал, провел раскопки и понял, что знаете что, ребята, всё не так, храм выглядел вот так. Он был окружён наполовину высоты галереями, то, что шлемовидный купол, понятно, это ясно. Во-первых, он построен на искусственном холме, фундамент стоит на 5-метровых сваях, которые входят туда, холм насыпан искусственно, здесь была лестница, чтобы здесь у храма Андрей Боголюбский мог пафосно встречать своих гостей. Пафос не прикрыт. Очень долго спорили, но с археологией не поспоришь. Есть остатки галереи, всё есть. И, кстати, к вопросу об этом самом, о предыдущем игумене, о котором мы говорили, был ещё один игумен Боголюбского монастыря чуть позже, веком позже, который сказал, что у моего монастыря, который рядом с километром от него, забор плохой, надо бы новый строить, а на камень денег жалко. Зачем покупать камень, когда будет стоять храм, его можно разобрать и построить из него забор. К счастью, существовавшая тогда артель каменщиков была, очевидно, не из Владимира, а откуда-то из Палестины, потому что они заломили очень большую цену и не сошлись в цене. Пока они спорили, я не помню, что там дальше было, то ли игумен умер, то ли власти вмешались, но пока они торговались, ситуация стала неактуальна. Правда, потом ещё местные власти с какого-то перепоя, причем тогда уже была археологическая комиссия по надзору за древностями в 19 веке, без согласования с ней сбили все росписи, позбивали и застукатурили. Именно здесь мы видим впервые белокаменную резьбу древнерусскую, такую прекрасную резьбу, которую мы крупнее увидим в Дмитриевском соборе, у которого было построено большое гнездо. Собор тоже был таким прекрасным, уже с галереями, и просуществовал до 19 века, и тоже по прямому указанию Николая I провели реставрацию, в смысле галереи снесли нафиг, чтобы было как покровные мерли. К сожалению, мы знаем только по рисункам, и ничего не сохранилось. Единственное, что какие-то вещи, какие-то скульптурные элементы вот отсюда попали потом сюда. Вот так он выглядит, акварель 19 века начала, а вот выглядит он так сейчас. И еще одна очень интересная вещь, теперь притч об искусствоведении. Есть такой совершенно замечательный выдающийся специалист по древнерусской резьбе, по древнерусской скульптуре Георгий Карлович Вагнер. Непререкаемый авторитет, практически все работы по резьбе древней Руси его принадлежат, немного монографии. И в чем интересная штука? У покрова на нерле в апсидах точно такой же сюжет, похожий, там такой же мужик сидит, и вот здесь написано, что мужик это царь Давид. А я вру, извините, пожалуйста. Здесь царь Давид. И Вагнер много работ написал, в которых убедительнейшим образом заказывает, что вот это на соборе Дмитровском, его сын Соломон, приводил много параллелей из других, и очень построил красивую теорию, что там Андрей Боголюбский, а здесь сын в село Большое Гнездо, и здесь преемственность, там Сулейман, здесь его сын. Но потом провели реставрацию, уже нормальные ученые провели реставрацию, и открыли, что здесь тоже написано Давид. Просто буквы не было видно в той реставрации. И вся огромная, красивая искусствоведческая теория, основанная на четырех монографиях, отправляется в мусорную корзину. Поэтому сначала матчасть, а потом теория. Рождественский собор Суздаля. Он построен тоже уже в конце 12-го века, но от него сохранился только на эту высоту, все остальное это 15-й век. И, собственно, тот самый Георгиевский собор в Юрии Польском. Был он примерно такой. Тут уже начинается та же самая история, что в Чернигове высокая центрическая композиция, потрясающая. Он был весь покрыт резьбой, но во 15-м веке он рухнул примерно от посуда. Но Иван Третий, он же великий, он же, как мы знаем, благодаря министру культуры Грозный. Кстати, это правда, действительно его звали Грозным тоже. Иван IV был тоже и Великий и Грозный, и Иван III был тоже Грозный. Это фактически формальный титул, а не прозвище. Но неважно, речь не об этом. Иван Великий III решил, что не нужно сносить рухнувшее здание, нужно его восстановить. И послал, собственно говоря, первую историю в России реставратора Василия Ермолина, прекрасного зодчего, который занимался работами в Кремле, скульптора хорошего. Разумеется, он собрал собор вот так. Не смог собрать эту композицию, потому что он не знал, что она такая была. Безусловно, он попытался вернуть резьбу на стены. И вот теперь существует то ли 16, то ли 17 реконструкции первоначальной резьбы. Как там эти пазлы, как поставили, оно абсолютно в пятнашках, поиграет в пятнашки. Но зато благодаря этому собору я смею утверждать, что Россия родина слонов. Сейчас покажу, у меня доказательства есть. Вот, вполне себе слон. 12 век. Ну, хорошо, 13. Ну, на самом деле ничего в этом удивительного нет, слоны были в зверинцах, поэтому... Ну, это самое древнее русское изображение слона. Хотя, если бы это был, опять же, замечательный, в кавычках, он и без кавычков замечательный историк рыбаков, он мог бы сказать, что это память народа о мамонтах. Там есть такие теории, что Змей Горыныч на самом деле мамонта, которым помнил русский народ. Это он серьёзный. И теперь Смоленск. В Смоленске очень интересная вещь, потому что до 70-х годов 12-го века всё шло как везде, как на Украине, как в Киеве. Вот стандартная постройка. Единственное, что их начинали обстраивать всякими притворами, дополнительными храмиками и всё остальное. Но! Вот Петропавловская церковь, вот и она Богослова тоже сохранилась. Видите, почти одинаковая. Что вот такая была, что вот такая была, очень похожая. А потом вдруг появляется церковь, которой уже тогда в летописи говорили, что похоже на неё, и ничего похожего не было построено. Она была уже вот такая. То есть самое главное, это даже не центрическая композиция вверх, а вот эти притворы с трёх сторон, которые делали абсолютно такой вот ёлкой храм. И таких храмов было очень много. Вот она выглядит сейчас вот так, Северская церковь. Более того, ещё очень хороший пример того, сколько могут дать искусствоведению археологи. Потому что мы знали три храма, вообще всего три. В 70-е годы пришли сюда как раз в Воронин с Рапопортом, который в том времени закончил работу в Владимире, и начал работать в Смоленске. Они нашли остатки почти 20 храмов новых, совершенно уникальных, они разные, там были несколько комплексов храмов, и вокруг него два ещё стояли, соединённые в один. При этом, помимо прочего, многие церкви сохранились под культурным слоем на один, на два метра. И вот всё, что было внизу, ещё сохранилось в фресках. В этих трёх храмах нет вообще. И раскопками было выявлено много десятков или даже сотен квадратных метров фресок, которые были сняты, восстановлены, и сейчас экспонируются в Эрмитаже. Ну и немножко Белоруссии. В Полоцке был построен Софийский собор, он был очень похож на Новгородский, только ещё дополнительные галереи, но от него осталось очень мало, буквально процентов 15. Он безумно перестроен, и очень мало от него осталось. То же самое, как раз в том же Полоцке, в том же Спасове Версению в монастырь, это середина XII века, храм был таким, вот он таким полностью остался, но он погребён под поздним перестройством, сейчас он такой. Вот это вот, как матрёшкой накрыто вот этим. Борисоглебская церковь Гродно, она сохранилась гораздо лучше, единственное, что у неё одна стена упала в демон, но тем не менее, за вычетом купола всё более-менее хорошо. С Витебским храмом вот это новодел, потому что храм был разрушен в 1961 году по указанию Хрущёва, и только уже в 1990-е годы его собрали, правда, с использованием руин. В каких-то их части есть. Ну и, собственно говоря, отдельная вещь, всегда встаёт вопрос, когда раскапывают памятник, археологически уже, что делать дальше. Как правило, либо закапывают обратно, для дальнейших поколений археологов какими-то новыми средствами, может быть, что-то найдётся. Но иногда, вот это единственный случай в истории древнерусской архитектуры, можно сделать вот так. Оставить раскопанный храм, накрыть его крышей и сделать фрагментом музея. Вот фрагмент храма XII века экспонируется в Турове. Что за храм? Мы не знаем. Просто храм безымянный. На этом, пожалуй, у меня всё. Вот это 50 памятников. Очень хочется рано или поздно собрать их всех под одной обложкой одной книги, потому что до сих пор такой книги нет. Хотя бы в таком популярном изложении. И вообще, в принципе, очень мало литературы, даже научной об этом. Если говорить про монографии, их штук пять, посвящённых либо одному храму, либо какому-то... Вот Владимира Суздальская, зодчество изучено хорошо, написано хорошо. Сейчас собрали под одной обложкой все памятники Новгорода, вообще все памятники древнего Новгорода, вышла монография. Она вышла и раскупилась в течение первых шести часов продажи. Потому что её начали продавать во время археологической конференции в Новгороде. Все заинтересованные лица я сразу раскупил. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если какие-то есть. Моя задача была исключительно показать, что есть, что сохранилось, что смотреть, о чём читать. И я с удовольствием помогу потом дальше. Это законсервированный кусок памятников. Всё, что сохранилось от времени до того, как к нам пришли монголы, и у нас в зодчестве не образовалась пауза в 60 лет. После этого пришлось всё создавать заново. И вот на эти памятники уже более поздние зодчие обращались как к эталону. Вот, собственно, почему, кстати, новгородские былины не так известны, а киевские, богатыри Алёша Попович, до сих пор. Потому что когда сформировались былины, а это был уже векш 15-й, Киев был потерян. Он был далеко, он не был с нами. Это зодчество тоже самое. К примеру, Новодеевичий монастырь, главный собор Новодеевичьего монастыря. Традиция ставить такие соборы в центральных монастырях, это Новодеевичий монастырь, которые строят Сергиева Лавры, это многие другие монастыри 16-го века. Это два собора, на которые ориентировались изначально. То есть, когда пришло время строить Большой Новый собор в Кремле Московском, Успенский собор, сначала был храм Крестово и Мышкино, но они тоже не рассчитали, и он рухнул. Потом позвали Аристотеля Серавантию, как мы помним. И вот ему соответствующий царь, тот же самый Иван III, сказал, мужик, ты пока не строй, ты съезди в Новгород, посмотри на Софею, и ты съезди во Владимир, посмотри на Успенский собор. Вот так хочу. Не как копию, а как некий сферический собор в вакууме, вот смотрели на них. Так что это как корни. Ещё? А вот свои книжки читайте, ты его убрал? Он случайно, я его в итоге убрал полностью, потому что я реально не могу подобрать так, чтобы просто по Киеву есть что читать, по Новгороду есть что читать, а вот по Полоцку нифига нет. Поэтому тут только полноценность. Нет одной книжки, есть только каталог памятников один, но он тоже устаревший, потому что каталог памятников археологических издавался, по-моему, в 1982 году в серии свода археологических источников Рапопорт, каталог памятников древнерской архитектуры 10-13 веков. Но он даже уже при жизни Рапопорта обновился в памятниках на 20. И до сих пор открывают, 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 открывают. Последний памятник был открыт позапрошлым летом в Смоленске. Поэтому вы хотите спросить. Вы хотите спросить? Да. Дальше, первые десятилетия после этого периода, там как-то это не памятное количество? Нет. Смотрите, можно посмотреть по тому же Новгороду. Если мы возьмём Пермский скит, условные 1230-е годы, следующий храм, который был построен, Никола на Лепне, 1290-е годы. А потом там вообще ничего до середины 14-го века. Есть пару построек начала 14-го века в Обскове, Снитогорский монастырь 1311 года и так далее. Более-менее масштабно начали строить уже где-то ближе к Куликовской битве. Самая древняя постройка у нас в Москве, она того же года. Она в Кремле. Вы видели такие тюремные церкви, там есть кусочек, где много маленьких куполочков в Кремле. Один из этих куполочков, как матрёшка, строят на храме 1380-го года. Примерно того же времени можно, я отновлюсь в 1399-м году, некоторые в 1420-м году, собор Андрониковского монастыря. Это самая древняя вещь в Москве, которая есть. А уже с конца, даже в 14-го века в наших краях очень мало чего есть. В 15-м веке уже много строят. Да? Конечно, конечно. Смотрите, в зависимости от состояния. Если храм находится в таком состоянии, тут можно только аналогии. То есть если у него есть план, уже более-менее понятно. Если есть план и время, когда он у нас 12-й век, то и тут он шестистолбный был. Очень с высокой вероятностью он был похож на богородица Пироговича. С высокой вероятностью. Но, конечно, там может быть всё что угодно по-хорошему. Как правило, никто и не строит такие большие. Если план имеет какую-то интересную особенность, к примеру, в Новгороде-Северском есть фундамент храма, в котором он, во-первых, по времени похож близок к храму Пятницы в Чернигово, такому пирамидальному, но у него есть ещё дополнительные лестничные башни. Видно, что там лестничные, круглые такие в контакте. Там уже можно строить. Но опять же, мы тоже не до конца можем сказать какое там... Конечно, исключительно аналогии, плюс какие-то конструктивные вещи. На самом деле они все имели примерно одинаковую высоту в одно время, потому что там есть такая штука, как пропорция здания, и они все пользовались такой штукой, Дальний Русский Зодчик, назывался Вавилон. Там вот такая вот система всяких там пропорций, и можно было там отмерить. От подкупольного квадрата можно было посмотреть, какое там будет расстояние между центральными столбами. Там можно посчитать это всё. А вот форма это уже сложнее, с высотой проще. Это Туров. Это в Беларуси. Туровская земля, это получается юго-западная полоска. Это вот сейчас можно увидеть. Это уже не раскопки, это уже музей. То есть это музей. Он был раскопан, по-моему, еще в 90-е годы или 80-е годы. Вот так вот сейчас оставили. Укрыли крыши и... А на самом деле глобально серьезные истории этого дела занимаются как это было? Да. Вообще истории Древней Руси, искусство Древней Руси, начали заниматься как раз и раскопками. Как ни странно, первым археологом был тот самый Рерих, один из первых археологов. Появились такие люди, причем это были любители, разумеется. И появилась Новгородское общество любителей древностей, Херсонесское общество любителей древностей. Херсонесс начали копать, в конец 19 века начали копать. Тогда впервые начали смотреть на иконы, как на предметы искусства, потому что до этого иконы называли словом примитив, даже не русские примитивы, и искусством не занимался никто. Но с другой стороны, искусствоведение тогда появилась история архитектуры, там была французская Виоля-Ле-Дюк, первая история искусств, это как раз 19 век. Причем они были общие, гнедящие истории искусств. То есть это были параллельные жизни? Абсолютно. Ну и плюс ко всему, условно говоря, у нас же и сами отечественные архитектуры появляются даже ближе к 19 веку, то есть у нас же весь 18 век были приглашенные, всякие расстрели и прочее. или совсем да, которые да. 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 Смотрите, во-первых, до сих пор, были ли Зочи Барма или Поясник, их было два или был один. Безусловно, легенда про ослепление мастеров это чистая вода легенда, она бродячая, известная, по-моему, чуть ли не с времен Тимура. Но другое дело, что таких вот подобных храмов потом не строили особенно. Ну, в смысле, нужды не было большой. Если вот вам совсем интересно, то есть я могу даже спросить, есть у кого спросить? Есть. Я дружу с директором музея Татьяной Григорьевной Царычевой, она вполне себе, наверное, может ответить, но, по-моему, там об этом не говорится. Даже храм какого-то года? Ну, в конце 60-х годов, а, 16-го века. Что у нас там после этого вообще строили-то? Потому что потом у нас же после такого масштабного не было ничего, до попытки Бориса Годунова построить совсем пафосно Борисов городок, он строил вообще мега-штуку. И, собственно говоря, хотел построить мега-собор в Кремле. Иван Великий должен был стать колокольной этого собора, но не успел. И он у себя там тоже строил в Подможайском, в Борисово городке. Так что я, к сожалению, не могу вам точно сказать, но, по-моему, ничего там больше такого нет. Но не потому, что Иван Грозный его или их убил по этому поводу. Другое дело, что собор Василия Блаженного был совсем не таким, как мы его видим. Потому что верхняя галерея, верхняя обстройка на втором этаже, на самом деле еще в начале XIX века это были более вытянутые столбы, потому что галереи не было, и столбы были более ярко выраженные. Центральный столб, шатер и остальные. Это так. Я, правда, не совсем компетентен ответить на этот вопрос. Я любитель и любитель вот в этой области. Или там Древний Новгород меня интересует сильно. По Новгороду, пожалуйста. Я по XVI веку, наверное, отвечу. Про кого? Нашла Рыбаковую? Хорошо. Тогда спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Их, пожалуйста, углубитить. АПЛОДИСМЕНТЫ